Сейчас движение на Калужском шоссе, где утром упал строительный кран, практически восстановлено. Конструкцию уже почти разобрали. Но на месте ЧП по-прежнему продолжает работать следственно-оперативная группа. И как стало известно к выяснению обстоятельств случившегося, подключились в том числе сотрудники СК. Как раз в эти минуты на вопросы сыщиков отвечает крановщик. По данному факту, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб. Но эта информация, к счастью, не подтвердилась. Впрочем, пострадавший все же есть. Известно, что это водитель легковушки, 35-летний мужчина. Конструкция рухнула прямо на его автомобиль. Машина превратилась в груду металла. Продавлена крыша и разбито лобовое стекло. Вот буквально несколько минут назад ее увезли на эвакуаторе. Что касается самого мужчины, выбраться из салона ему помогли очевидцы. Вот сейчас вы можете видеть эти кадры. Он получил сильные травмы. И когда приехали медики, мужчина был без сознания. Пострадавшего доставили в Первую Градскую больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение и переломы. Ну и я напомню, ЧП произошло рано утром примерно в 7 часов. Строительный кран рухнул, его стрела перекрыла всю проезжую часть. Повреждены 4 легковушки и рейсовый автобус. Никто из пассажиров не пострадал. Стражи порядка уже опросили работников стройплощадки. Рано работало идеально. У нас все опытные рабочие. Это, наверное, что-то сверхъестественное. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. На данный момент выдвигается несколько версий. В том числе техническая неисправность и нарушение техники безопасности. Не исключено, что после проверки будет возбуждено уголовное дело. Ульяна Анатольевна.